В прошлом году Peugeot наладила российскую сборку фургончиков Partner. А совсем недавно родственная марка Citroёn организовала производство модели Berlingo. Что неудивительно, ведь машины отличаются друг от друга только шильдиками. Поэтому вполне логично, что третий представитель коммерческого семейства, Opel Combo Cargo, тоже получил калужскую прописку. Вся троица имеет одинаковые комплектации, характеристики и цены. Клиентам предлагают стандартную и удлиненную версии, для которых доступны бензиновые и дизельные моторы. Заиметь псевдонемецкий каблучок получится, заплатив дилеру, минимум 1 миллион 229 тысяч рублей. Пожалуй, единственная реальная альтернатива партнеру Berlingo и Combo – отечественный Largus. За фургон, недавно переживший обновление, продавцы просят 685 тысяч, то есть почти вдвое меньше, чем за вышеупомянутые иномарки. Марка Jaguar решила подчеркнуть премиальный статус. Иначе как объяснить, что после обновления младший кроссовер E-Pace вдруг стал стоить под 4 миллиона рублей. Хотя дореформенные машины обходились на миллион дешевле. Причиной резкого подорожания стало не столько модернизированное шасси, измененная внешность и доработанный салон, а отказ от 150-сильного турбодизеля. Так что теперь роль базы играют 200-сильные движки – бензиновый и дизельный. В начальную комплектацию включены кожаный салон, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, автономный обогреватель, светодиодные фары и многое другое, включая продвинутую медиасистему нового поколения. Марка Kia надумала предложить россиянам фирменный телематический комплекс Kia Link. Корейцы готовы установить черный ящик даже на неновую машину. Цена зависит от конкретной модели, но рассчитывать надо на 30-40 тысяч рублей. Главное, чтобы автомобиль изначально имел бесключевой доступ. И тогда его владелец получит всеобъемлющий контроль, включая ежемесячные отчеты по стилю езды и расходу топлива, а также сможет записываться на сервис через приложение. Вдобавок телематика позволяет контролировать локацию автомобиля и уровень заряда аккумулятора. Если бортовая система заметит неполадки или почувствует удар, на смартфоне хозяина выскочит всплывающее уведомление. Продолжение следует...